Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Приступаем. Номер 62. Вопросы, пожелания и события дня. Задавайте вопросы 11.02.2016 года. То есть каждое утро мы за прошлый день, что ночью какие-то сведения были. Так, не все подряд, но кое-что берем. Потому что на всех не угодишь, берешь. А зачем вы ставите такие, где там на нас что-то говорят, а другие, вы только шлипуете, убираете для себя хорошее. Человек для того и есть. Зачем не угождать? Это мой ресурс, я делаю, как мне кажется полезным. И поэтому выставляем и то, что против, и что за, но не все. Потому что это невозможно, мы за день тут не рассмотреть. Я покажу сегодня, какие изменения идут за эти дни. Тайна где-то что-то делает, а Бог как бы знаки дает. И вот как эпиграф, вот к этой теме, которую каждый день даем, дали нам люди, натолкнули, чтобы мы это делали. Это не я сам сделал, а просто написали Колеснику, Анну, Николай. А говорят, а их таких и нету, это просто враги ваши. Ну враги, значит, вас даем, Господи, добром этим врагам. Враги нам на пользу. Враги нам лучшие друзья. Поговорка-то какая. А ведь все-таки 62-й день подряд не пропустили ни одного дня. Вот когда говорят, вот сколько время я провел за компьютером, когда книги издавал, за 9 лет. За 9 лет, вот прикиньте, сколько издано. В бумажном варианте 38 книг, томов. Книги-то по 752 страницы. Это и фотовыводы работать надо. 64 страницы светлых фото в каждое с 14-го тома и фотографий. Это, я провел больше 30 тысяч часов за компьютером. И поэтому глаза никакие, как бы. Но каждое утро у нас мелко-мелко, на самом мелком, натертая морковь. Две морковки, вот, едим. И благодаря этому спас каротин. Никаких капель не надо. Морковка и вкусно, и приятно. И так здесь. Это для нас вот постоянство. Кругом измена, трусость и обман. Известная фраза последнего российского императора Николая II. Записано им в своем дневнике. 2 марта 1917 года, в день отречения от престола. Говорят, вот одно и то же у вас, скажите. Это не одно и то же. Вы просто не видите. Я каждый день это с другой стороны рассматриваю. Скажите, а Осари это видел? Все-таки 300 лет одна и та же династия шла. Там Авель сказал что-то, что будет через 100 лет. И они положили в ящищник, не считали, обходили, ждали. И что там нашли? Гибель свою. Гибель. Гибель всей династии. Всех подряд вырубали, выжигали и все. Он это видел, какая вокруг его измена. Насколько людей, кого-то генерал повышал. Какие-то еврейские погромы были. Царь одним махом мог прекратить это все. Еще одного еврея тронете, будете висеть на виселице. И все кончилось бы. Нет. Душили кого? Кто против их шел? Сектантов разных, староверов гонялись за ними. Вот оно, где измена трусия. А сами как изменили? Никонова эта ненужная реформа расколола Россию. Разве это не измена тому, что было? Не измена тому, что принял князь Владимир? Давай внешне даже, троеперсия на двоеперсия. То и другое спасительное. Это уже принято. Но однако это можно было видеть. И везде трусость. Где не надо, геройство показывали. Прославляли генералиссиму, суворова. В Италии это надо было ему переходить? Сколько людей положили? Почему никому не пришла мысль, которая пришла Солженицеву Александру Исаевичу? Сбережение народа. Сбережение народа. 3-5 миллионов. 3-5 миллионов. Каждый год была чистая прибыль. Сегодня прямо говорят. Если бы большевики не победили в 17-м году. Комсовольская правда на развороте дает. Нас было бы 650 миллионов. Не помешало бы это? И Турция спокойно вела бы себя. И какие люди-то были? Как сельское хозяйство? Все. Россия была бы на первом месте. Америка далеко была бы позади. Разве царь это не видел, к чему идет? И те, которые потом пошли под нож, что революционеры, они этого не видели, изменники. Которых Серафим Саровский-то обличал. Вот где. Трусость и обман. Везде обман. И самое главное, это все в церкви. В синодальном. Потом в патриархийной. Ложь непрерывная. Изменили Евангелию. Изменили Святой Библии. Изменили каноны. Изменили и жития переделывали. Что святые написали, скрывали от народа. Я в прошлый раз говорил, слово написано, что больше ста раз говорится в Библии. Русским нельзя было сказать написано или как ты считаешь. Вообще не считали, Евангелия не было. Не было в народе Евангелия. Вот и все. Ну и дальше я обращаюсь ко всем, кто к нам приходит. Помогите, помощи вашей жду. Вот вы приходите на контакты. Меня там не бывает в контакте. В одноклассниках я не бываю. Вообще не бываю. Там модераторы работают, администраторы. У нас большой коллектив, около 15 человек. Если только не больше. Там еще кто-то пришли новые. Работают. И оттуда, которые ко мне вопросы, перекидывают на наш форум. Я отвечаю с форума туда. Теперь этого нет. Я сказал, сами заходите на наш форум. Сами. И давайте вопросы. И тут отвечать я буду только вот что утром. Мне писать очень трудно. Я очень много печатал на машинке. Украина 2. А там пюпитер это другой. Вот так клавиатура-то. И у меня пальцы хватает 2. Я писал тысячи страниц. Книги перепечатывал. Слепым методом. Ну а теперь, ну так, чуть не по буквам набираю. Палец 2 клавиши хватает. Тут другой размер. И отвыкнуть уже невозможно. Вот посмотрите, вот что я даю. И вы так считаете. И объявление даю. Что меня уже много лет просят, чтобы на каждый ролик дать краткое содержание. Я не могу. У меня ни времени нету. Сейчас заново прослушать. А вы-то первый раз слушаете. Избери кто-то себе какую-то тему. Беседы. И мне это сообщать. А то следующий что-то делает. Видишь же, там у него есть краткое содержание. Это я его выставляю. Сейчас 2 человека только работает здесь. 2. Кальмайап и сирот Николай. Он пишет Николай, Коля. Вот. Вот что я написал, читайте. На какой минуте, что. И будем это выставлять. Помогите. Ко всем обращаюсь за помощью. Не просто посчитал. А вы другим скажите, какие у нас ресурсы. Вот. Дальше. Юрий Соболев. Мир вам, Игнатий Тихонович. В новом выпуске событий дня вы говорили о силе Слова Божия. А я как раз хотел поделиться с наблюдением со Словом Божиим связанным. То, что само Слово Божие чудо, в этом я сам неоднократно убеждался в беседе с разными людьми. Приводишь иные аргументы, логичные, непровержимые, на собственный взгляд. Как об стенку горох. Скажешь по теме стих из Библии, сразу замолкают. Как-то сворачиваются. И возражения не слышно. Что произошло, как, самому неведомо. Вот я объясняю. Мы приезжаем по Теряевку. Ну, тогда еще деревни-то не было, разрушено было. И приезжает директор совхоза Катникова Игонин. Ой, хороший. Ну, просто замечательный человек, так сказать, как директор-то. И вот мы с ним беседуем. И он что-то спорит. Ну, вот вы приезжаете. Деревня разрушена. А деревня-то это теперь вместо нам подошло. Это наша земля. Я говорю, Господня. А он спорит. Ну, так ласково. Два мочишки с ним здесь же. И вот он сказал и смотрит на меня. А уже темно. А я говорю, Господня земля. И что на ней? Как сказали? Я говорю, Господня земля. И что на ней? Он посидел. Палочкой костер пошевелил. Ну, ладно. Я поехал домой. Вот я убедился в этом. Слово Божие. Мещи Бойна острые. И когда Господь встретился с умным духом, как пишет Достоевский. Вот Сатана, мудрый дух, говорит, который падший с неба. И он три искушения Христу дал. В этих трех искушениях все искушения мира. Достоевский подробно описывает. И Господь на каждый отвечал, написано. И Сатана попятился. Если человеку сказать написано, да мало еще, бумага все терпит. Особенно православные, они не верят написанному. Они не знают Слово Божие. Батюшка сказал, это другое дело. И поэтому вся гордыня, вся прелесть, она в церкви. Они встали на место Бога. Это дьявольская гордыня. Отвечает своими словами, вопреки Библии. Прелесть гордыни, они эти слова лепят, где, чтобы их не заметили. Прелесть и гордыня в миллион крат увеличенные во всем мире, она вся в церкви находится. Ну, а за Бога встать, как отвечать? Бог сказал. Он с епископа спрашивает. Ну, от каноны даны, какие вы говорите. А епископ современный сейчас говорит. Кого больше слушать? Ну, конечно, епископа. Те-то не накажут, да и было или не было. А тот-то рядом, он как трахнет тебя. И все, и с места скинет. А-то священнослужители отмечают. И дальше. А сегодня, после нескольких дней, точнее вечеров, эксперимента могу подытожить и еще одно. Перед сном включаю на телефоне вашу проповедь. Или отца Геннадия, или отца Андрея. Или ваши начитки Новый Завет. То есть, Геннадий Фас, Андрей Кураев. Сам лежишь и слушаешь и то, и другое, и третье, покуда не засыпаешь. В зависимости от степени усталости за день. А на детей действуют почти мгновенно. Сразу успокаиваются и засыпают. Только Слово Божие. Как только зазвучал ваш голос, замолкают, а к концу главы уже спят. Специально, последовательно, несколько дней включал разных исполнителей проповеди и лекции. Вот такой эффект только чистого Слова Божьего. Интересно так? Интересно так. А я на это отвечаю. Значит, на большее не посягаю пока. То есть, только для того, чтобы усыпить. Дальше. Мне иногда очень хочется быстро-быстро заснуть. Беру стихи Маяковского и уже на первой полминуте засыпаю. Значит, сродство есть. Значит, у меня сродство с Маяковским есть. Сразу засыпаю это. Для улыбки сказал, конечно. Ну да. И тут пишет один человек мне. Мне пишет. Дудин на своем уроке говорит, что, типа, Лапкин брошюры написал. Вот интересно. Я знать не знаю где. Он что-то делает, там, который у нас по скайпу беседы идет. Он теперь за них взялся, то другое. И вот он говорит. Брошюру я написал. Брошюры. Ну, брошюра такая. У меня в твердом переплете с корочками. И дальше. Мне бы хоть половину одну такую написать. То ли он говорит, или кто это мне сообщает. Не знаю. А каждая брошюра ровно по 752 странице и 64 цветных страницах фото. Вот. Каждая эта брошюрка у меня такая, которую я написал. Так это и открытым оком только 30 томов. Да еще три в интернетной версии стоят. И еще 4 тома стихов по 800 страниц. Каждая строчка заполнена. Ну, а это 42 строчки на каждой странице. С эпиграфом. 3467 стихотворений. Это брошюры такие по 800 страниц. Это интересно. Уж не знает, как унизить. И дальше. А про десятину даже сомневается, что Малахий написал это. О, это от священника говорит. Он даже не знает, почему. А потому что вместо благословения священник избрал проклятие. Он под проклятием. Он даже не понимает ничего. И вот этот проклятый, может быть, Богом человек надевает одежду, рясу, широкие вот такие рукава. И он ведет куда... Ну, куда он приведет-то людей-то? Написано, что благословенная десятина, она святыня, святотатство, когда ее не дают люди-то. Он всех людей подбил под проклятие. Проклятием вы проклятые, Малахий говорит. А почему? Это благословение. А вместо ее проклятая торговля вошла в храм. Десятины нет, жить-то надо, и торгуют. А Господь изглавил ее. Где торговля, храма нету. Там проклятые разбойники засели. Вертеп разбойников. Ну, храм называется Александра Невского. Вертеп Александра Невского. По-кровски, это по-кровски храм, вертеп. Не храм, это вертепы. И поэтому, где видите, и кресты, это вертепы. Загляните, и торговля есть, это вертеп. И дом торговли. Комок поповский. Куда они рыпаются, как говорится, лезут, а когда им рта раскрыть не надо, за мной ли гонять, сад. Когда, ну, нигде такое безобразие, такого бедлама нет, как в храмах. Любой заходит, выходит. Нигде этого нет. Ни в одном собрании, ни в законодательном. Нигде нету. Было партийное закрытое собрание. Везде здесь ничего нету. Оглашенные изыдители, они как огня боятся. Взяли, выбросили. То есть, литургии-то нет, и она златоуста-то. А есть поповская выдумка-то. До конца ты, когда договоришь, тут самое главное. Я признаю, что Московская патриархия благодать. Благодать-то вес. Как можно признавать, когда явно, что там ничего уже нету? Ничего нету. Это огромная секта. Секта. Табакуров, пьяниц православных, пьяниц блудников, бэтих, женщинами забитых, которые без мужа нажили детей. Это все православные твари. И что? Ничего. Я признаю, что благодать есть. И трудиться надо здесь. И дальше говорит. А произносит, как Малакия вообще. Вообще. Малакия, она же не знает, что такое. В поднятом смысле, это человек, ну, мужеложник, садомист, это творит грех, который вместо папы. А который вместо мамы Малакия. Ну, другой, который, мужчина. Почему у монаха было на одной рогожке не спать? Во всех уставах было. Нельзя. Иначе они поженятся друг на друге. Как название греха? Видать, не слышал, как произносится это. Да. Как я ошибаюсь, когда не слышал какое-то слово, а лишь читал его. Священник еще. Вот так. Нарвался. За что? С чем, говорит, боролся, на то и напоролся. Знали бы, не знали. Никто этого Дудина. Там молчал бы, говорит, посапал где-то. А мы каждый день молимся. Господь, дай ему квартиру. Ему тяжело. Благослови его, болящего. Воспаление мозга, говорит, сколько болеет. Еще спрашивать. С такими мозгами, ну, поставить ли на... На авиатора там везти. Или как этот... Дворкин. Его не власть туда поместила. Сам. От наркомании лечился. Сам туда шел он, лечился. Шизопрения. Психиатрическая там была где-то. Но такому человеку дадут ли возможность водить автобус, допустим? Да никогда не в жизнь. А вот в всей стране кто-то его с ЦРУ протянуло его туда. Его слушают. И он как оракул какой-то. Ведун. Главный ведун. Действительно так. И они слушают его. Дворкин скажет. А что Дворкин скажет? Он насмехается над всеми. Тут говорят. Я попрошу как-то. Игорь ходил, когда вагон приезжал здесь. Как он издевался над теми, кто из наркоманов стали нормальными и сектантов. Просто это безобразие. Они же поднялись, уходят. Он проверить надо, не утащили ли чего. Это на всю аудиторию кричат. Он болящий человек. И они на них ссылаются. Ужас какой. Юрий Соболев. Я смотрел фрагменты его Дудина занятий. То, что он лжец, это понятно из его открытых роликов против вас. Мне же запомнилось в его занятиях надменные авторитарные манеры общения со слушателями. Лично я такое не могу допустить даже в университете при общении со студентами. А преподает в университете, в Академии государственном в Красноярске. И ведет занятия при епархии. Две группы ведет. И какой-то постоянный прищур. Это очень заметно. Полагаю, на духовном уровне за этим нечто стоит. Да, стоит. Я это заметил с первого дня. Но я не говорил. Видно, как ужимается, как говорит. И что-то за этим есть. Человек с двойным дном или с тройной покрышкой. Но я отвечаю на это. Вот вы заметите, как отвечать. Вот такое вот сейчас дали, допустим, Смирнову там или кто там говорит. Что они ответят? Ну, любой, который священник дает ответы. Вы посмотрите, как они дают ответы. Все. В первую очередь, у них обязательно кружка должна стать. Это я голубям семечки держу. Ничего нет. Кружка. Он не может захлёвать. Ему надо пить. Что это такое? Ну, я просто скажу. Опять, к опыту своему. Я знаю, что такое говорить долго. 50 книг насчитать, там опыта, что-то стоит. И когда я вернулся, у меня всё изъято было. Стал тогда на электроны на компьютер насчитывать. Внимательно слушайте. Библию не можете прочитать. Библия, Синодальная, 77 книг. 77. Архипелаг ГУЛАГ. Три тома. Я это всё насчитал. На компьютер, зарядите просто здесь. За 30 дней. За 30 дней. А я насчитал-то 50 книг, это и Златоусты. Заходите на наш сайт, там всё есть. Зовите других туда людей. И ни разу не помню, чтобы я что-то прихлебнул. Я вот к чему говорю. Ну, мы разные совершенно. А тут сидит на глазах, на него все смотрят и хлюпают. Сидит. Вот такой вот зад, говорит, на кресле, на два сидения. И не стыдно ничего. Да с такими комплексами, говорит, перед народом бы не появился где-то. Спрятался бы, неделю в подпале сидел, пока лишние пузыри-то с живота не сойдут. И на меня нападают. Я всегда говорю, в баню хожу, я любуюсь на своё тело. Ничего лишнего, ни грамма. Голову, говорю, отруби, тело выбрось. Никто не подумает, говорю, что 76 лет старику. Я отмечаю, смотрите как. Это все подмечают. И такое было не сегодня с утра, а чуточку пораньше. Эдак на две с лишним тысячи лет. То есть я не умрешь. Я до дня вообще разговаривать не буду. Еще больной, тяжко больной человек, лукавый, в прелести, в гордыне дьявольской. Я говорю, что так было. Вот читай дальше. Это притча, 6 глава, с 12 по 19 стих. Человек лукавый, человек с нечестивый, ходит со лживыми устами. Мигает глазами своими. Говорит ногами своими. Дает знаки пальцами своими. Коварство в сердце его. Он умышляет зло во всякое время. Сеет раздоры. А это все сходится. О ком говорит, это все у него есть. До нас дырей. Зато внезапно придет погибель его. Вдруг будет разбит без исцеления. Господи, да не будет с ним этого. Да не будет. Вот 6, что ненавидит Господь. Даже 7, что мерзость в душе его. Глаза гордые. Язык лживый. И руки проливающие кровь невинную. То есть он призывает людей к этому. Это все относится дальше. В сердце кующие злые замыслы. Ноги быстро бегущие к злодейству. Лжесвидетель, наговаривающий ложь и сеющий раздор между братьями. Вот они такие есть. Притча 10-10. Кто мигает глазами, тот причиняет досаду. А глупые устами приткнется. Вот видите как. А какой ответ дает. Длинный ответ, но по-другому пока нельзя. Сераха 8-24. Кто мигает глазом, тот строит козни. И никто не удержит его от того. Пред глазами твоими он будет говорить сладко. И будет удивляться словам твоим. А после извратит уста своим. И в словах твоих откроет соблазн. Так вот смотрите. Мы с ним беседовали. Хорошие отношения были. Или он только подмазывался ко мне. 9 роликов прекрасных. Теперь вдруг изменился. Почему? Приблизился к миссионерскому отделу. Это самое подлое. Самое гнусное туда стекается сегодня. Самое хамовитое. А не спасать кого-то будут. Кого спасать-то? Это отброс общества. Туда загоняет. Миссионерский отдел. Да кто знает, где по писанию это. Уверовал и тут же пошел. Бесноватый только что исцелился. Хотел с Христом мытье. Он говорит, иди и свидетельствуй другим. А это еще от беснования не исцелились. И лепятся к миссионерам. Да какие миссионеры-то? И вот и здесь говорит, извратит уста свои. 9 роликов. Он за ними гоняется, чтобы уничтожить. Говорит совершенно по-другому. Дальше. Много я ненавижу, но не столько, как его. И Господь возненавидит его. И Господь возненавидит его. Кто бросает камень вверх, бросает его на свою голову. И коварный удар разделит раны. Ничего не слышали, Серафим говорит. Судить другого это камушки сверху кидать. Кто роет яму, сам упадет в нее. И кто ставит сеть, сам будет уловлен ею. Это все к глазам, которые он мигает. Кто делает зло, на того обратится оно. И он не узнает, откуда оно пришло к нему. Вот заметьте, какой ответ. Длинный ответ дают. Длинный. Давай. По смеянии, по ношению от гордых и мщения, как лев, подстерегут его. Уловлены будут сетью радующихся о падении благочестивых. И скорбь измождит их прежде смерти их. Ну то есть в мозги там воспаляться и проще. Злоба и гнев тоже мерзости. И муж грешный будет обладая мигами. Вот они все грешники уловлены. По ненависти только ко мне. На мне они проявились особенно, ни на ком. Почему? Безопасно. На дворки они не нападут, на патриарха не нападут. Трусливые хвосты поджали. А тут за меня заступник идет. Они не знают, у меня главное заступничество Бог. Их не будет. Они как плева развеяну. То есть, ну, мекина. Мекина. Пшеницу когда бывает, такая легкая летит, их праха даже не будет. Они уже на самой грани уничтожения стоят. Что с Россией идет? Вы не думаете, что патриарху делать нечего, он поехал туда? Может быть, чувствует. Притча 16, 27, 20, 30. Человек лукавый замышляет зло. И на устах его как бы огонь палящий. О, какие они злобные. Человек коварный сеет раздор, и наушник разлучает друзей. Вот они всякую мерзость. Мне говорят, я не видел. В одноклассниках там где-то мою фотографию берут. И там блуд люди творят, они подставляют. И только, говорит, жене не говорить, она со страху умрет. И ее, а ее-то, говорит, за что? То есть, а у них не мерничать. Так это не он делает, это его паства. Где-то заблокировать, ВКонтакте, чтобы не допускали ко мне. То есть, нет той мерзости, подлости, гнусности, на которой они были бы негодны. То есть, их выбирают на это. Их не Бог выбирает на священника. Нет. Это корыстолюбство, не желающее работать. Он не пойдет работать. С такими рукавами как работает? Это платье цыганки только такое. Для чего они такие рукавы? Вот такой ширины. И нормально, это в норме. Дальше. Человек неблагонамеренный, разращает ближнего своего и ведет его на путь недобрый. Это все священники делают, такие, как вот он. Прищуривает глаза свои, чтобы придумать коварство. Закусывает себе губы, совершает злодейство. Все, сходится. Как будто сегодня сказано было. Владислав Марущак. Слава Иисусу Христу! Храни вас Бог! Христос царствует! Вы знаете, Христос царствует. Как первые христиане, они, когда на арену уводили, они поднимали один перст. Христос царствует. Не идолы 500 божеств. Христос. Это возраст последний. Как писал Некрасов. Там амбра курений. Где кровь христиан. Дальше. Юрий Соболев. В все же время конспектирую материал с вашего форума для бесед с безбожниками. Как показывает практика, сегодня это, увы, самый распространенный контингент. Хочу сделать-то краткий конспект и по мере практического использования уточнять, дополнительно сокращать его. С сектантами худо-бедно общий алгоритм вырабатывается. А здесь пока чувствую провал своих знаний и отсутствие общего метода. Вот и сижу, занимаюсь. Отменный материал, Игнатий Тихонович. Поклон вам за ваш труд. Он здесь. Вот посмотрите где. Запишите где. Это второй том открытым оком противосектантский. Такого материала очень трудно найти. Это практика, опыт. Как говорил Амроси, приезжал Юрасов и говорит, пощупать можно. А нам, говорит, она с холастикой там подается, все мертвое и сухое. Вот где. Я бы мог это показать. Просто взять отсюда, скопировать. И помните, как делается. Вы себе, ну, вам не скопировать, а надо перепечатывать будет. Вот посмотри. А там не тормозный. Вот, к примеру сказать. Я сейчас захожу. Так, где у меня тут. Ну вот, сейчас я отдельно открою страничку. Наш форум. Вот оно где. И теперь, вот общий поиск. Вот общий поиск справа. Вот общий поиск. Рамочка открылась. И теперь Ctrl-V. Все. Найти. Показать просто, как это делается. Вот, что? Если, да, там на это нашел. Нет, не то? Ну, тут не так. Нужно, можно ли сразу нажать на синюю эту букву, или надо сюда вводить, именно сюда поисковую строку. Вот это вот, да? Да, сюда нужно. А как нажать? Она не нажимается. Вот так вот, да. А? Вот так и все, удаляйте это. И вводите новое. И вставляйте сюда. А что нужно сделать? А вот это сделайте. Ну-ка, ну, помоги выйти. Я начал делать, а не мое. Нажмите сюда. Зажать. Ну-ка. Вот. Теперь вот это следует сюда. Вот так. Ага. Ну, благодарю, Никита. Вот смотрите, в помощь миссионерам. Ну, тут найдете, если с главной страницы зайдете. Сомневающиеся, что есть Бог. То есть я разбираю, как на 24 категории людей. Один не верит в Бога, другой в Библию, третий в загробную жизнь. Вот оно. Доказательства Библии для всех. Первое. Болтуны и насмешники. Я многое брал из другой литературы. Тут не все как бы мое. Вот теперь смотри. Любят поблагодарить. И вот только на один вопрос. Смотрите, сколько мест священного писания. Какой ответ дается? Это только по одному вопросу. По одному типу людей. Ответ только по Библии. Посмотрите. Это только одна тема. Посмотрите, сколько. Тут работа огромная, проделанная. Чуть-чуть, отмаленечко пояснение. И опять по Библии. Такого нет. Ни у кого нету. Нигде. У православных этого нету во всей мировой сети. Нету этих ответов. Вот миссионерности, кто думает быть миссионером, заходите на наш форум. И здесь вы найдете. На все типы людей. Другой говорит, я пробовал, ничего не получается с ними как отдельно беседовать. Это только по одной теме. Вот одна тема. Смотрите, сколько. Это опыт. Это опыт. 53 года. Которые я в сети. Почему такая убойная сила буквально. Безборщикам говоришь. А он стоит и... Да видал я то другое. А сам на другой стороне ограды. Держит. Бутылка у него в руках там курит где-то. Я еще не кончил говорить. Он бутылкой это по пасынку ударил, разбил, папирос и выбросил. Понимаете? Несколько минут и душа другая. Но я не миссионер, не проповедник, как они говорят. Ну просто я считаю. Согласен. Не миссионер, я не проповедник. А теперь смотрите. Вот это все еще по одному вопросу идет. Я до чего говорю, чтобы вы могли ткнуть и посчитать. Это только один вопрос. Тип людей. Ну даже еще конца не видно. Какие примеры из природы. Дальше. Это только один тип людей. Которые не верят в Бога. Безбожники. Способов Богопознания. Вот как. Это с которым уже конкретно я занимаюсь. Это вот все только один тип людей. Какие тут перечисляются. Августин, Левнис, Леонардо Давидович, Ломоносов. Им доказывать. Им это нужно. Вот когда прочитаете вот это. Хотя бы один раз прочитаю. И вы поймете, кто вы такие. Вот по одной теме. Сколько есть. Я убираю здесь. Поехали дальше. В помощь миссионеров. Первое. Сомневающийся, что есть Бог. Доказательство Библии для всех. Чем более погружаюсь в этот раздел, тем более благоговейно замолкаю умом предвелищием Бога Творца. И благодарю его за его рупор вас, собравшего и упорядочившего огромный массив материалов в таком удобном и свободном доступе для всех жаждущих, алчащих и сомневающихся. Слава Христу. То есть мне приходилось беседовать. Я вел занятия в летном училище. Это благодать Божия. Еще ни к себе ничего не могу приписывать. 475 курсантов. Представьте, какие аудитории, как они одеты. И почти все учителя полковники. И вот кончилась у меня беседа. Ну, это, представьте, военное дело. Летное училище, высшее авиационное училище в Барнауле. И религиозные постулаты такие. Они меня к себе не отпустили. Отпустили своих курсантов, а меня к себе потащили там в офицерский какой-то у них. Пап такой есть. И друг перед другом забыли, кто они такие. Слушай, тебе, говорит, какое состояние? Он говорит, у меня такое состояние, будто я вообще не учился, академию никакую не заканчивал. Что бы дать? Пиво не пью, воблу не беру. Один полез, а вы сапоги возьмете? За диван полез новые сапоги, яловые офицерские, достал. 43 размер, я говорю, возьму. Понятно? Человек все забывает. У меня профессорский состав, огромная аудитория, одни профессора, академики. И они говорят, мы как будто никогда не учились, почему? Благодать Божия. Я не проповедник, я даже таким себя не считаю. Ну, на безрыбье и рак рыба. Дальше. Книги «Открытый бок обдоба». А, это друг другое. Александр Лифанов. Мир вам, Игнатий Тихонович. Недавно прочитал брошюру, пособие для беседы о вере с людьми различных убеждений. Да. Который скачал с вашего сайта. Да. Очень душеполезная информация. Особенно проник в сердце стих Евреям 12.2.14. После его прочтения подумал о вас Игнатий Тихонович. Укрепи Божье вас в терпении и рассудительности. Спаси Христос. Ну, вот где это, что? А, это наркоси. Вот это, вот, наркоги. Посмотрите этот фильм. Вот зарядите у себя, посмотрите. Про женщину, которая на лауреат Нобелевской премии Северных народов. Надежда. Надежда Тишли. Игнатий Тихонович, мир вам. Ребенку собираем документы в школу. Требует ИНН. Для чего он ребенку? Ваши жители, дети общины имеют ИНН? Ну, в нашей ничего нигде нет. Ну, бывает там где-то что-то сами поставили. Не я, а они там поставили. Такое есть. А чтобы мы получали на детей, ну, может быть, сельское место, не Америка. Мы даже не знаем про это. А об ИНН на нашем форуме зарядите. Там все, что говорят святые наши, кого признанные. Что Библия говорит? Галина Влесько. Это в другом месте. Другая женщина. Ни разу с ней не встречались. Благодарю Богу. Мы главы книги наши действуют. Делай другими людей книги. Книги очень быстро дошли. Одну к истинному православию подарила своей сестре из нашей общины. Фото вышли чуть позже. То есть кто получает книги, мне чтобы фото выслали. Заработалось. Поздравляю с именинами. Вы готовы к Божий продукт. Спрыгнулись на ковальне Господней. А нас Бог огуливает своей кувалдой, как закалялась сталь. Только успеваешь во время воздеть руки к небу, да покаяться перед людьми и Богом. Ах, счастья во свободе, Господи. Да. А братец С.К. входит в полноту христианскую. А это что, иерусалимское верблюжье ушко. Молимся и слава моему любви, меньшему спасителю Христу. Благодарим Бога за дары неоскудеваемые. Просмотрела вопросник номер 20. Мой бабий вывод. Брат Игнатий вопит к нерадивым священникам. Бечуют словом Божиим. Эту любовь не принять, не измениться, не сохранить церковь Христову. Православный, восстаньте, иначе заговорят камни. Пожжет народ и храмы, и нас. Опять те же грабли. Скинхеды, дети, наши непросвещенные, уже знают, что церковь надо сжечь. Это бизнес. Мне об этом в лицо сказал парнишка русский. Закинуло к нему в сердце слово. Успеет ли произрасти? Сколько жатвы? Проспим Россию. Россию. Россию, это по-старому Россия так называется. Вот какой патриарх сейчас необходим Родине. Как брат Игнатий. За ним и парнишка этот побежит в своих высоких ботинках. Помолимся за иглу. Слово народу. Рыба сгнила. Наша община проповедует на улице, в торговых центрах, в больнице. Благодарю Бога. Вот какая община. Женщина, видно, активная очень. Мало того, наши визитки, я не знаю, видно или не будет, видно как-то показать. Вот издана заново, переиздана. Сколько? 40 тысяч, кажется, издали. Вот такие. А на обратной стороне все наши данные. Может не видать где-то. Вот так составить ее помог Сергей Козлов. Парализованный. Мы друг другу перекидывали, перекидывали пока. Какой крест поставить, как написать. Тут добавили еще о занятиях. Более мелко получилось. Вот. И дальше. Александр Помозов. Я рад, что нашел вас. Вот то кругом ложь и тьма. Живого слова человеческого не услышать. Был один миссионер, которого можно было послушать. Это Кураев. И того задавили. О преемстве рукоположения у еретиков. ИСА 28-15. Так как мы... Сектанты сейчас везде договаривают. Везде. Все еретики. А у нас есть рукоположения. У нас есть епископы какие-то подкинули. Нигде ничего не было у них. Ну, проверять-то очень просто. В какой год вы возникли? Ну, баптисты не могли раньше 1609 года. Потому что Джон Смит сам себя крестил. Раньше лютеранство не могло бы. 1517 год. Я говорю там, год туда-сюда, неважно-то. Ну, адвентисты седьмого дня никак не могли. Раньше Миллера у Ильяма и Лену Уайт. Ну, это 1840-41 год. А мы от апостолов. Ну, от апостолов вы не могли быть. Потому что связи-то никакой нет. Ну, назовите тогда, кто в 13 веке верил, как вы. Никого нет. Ну, кто? Одного назовите. А у нас в Житии Святых показывают преемственность от апостольского рукоположения. И вот они говорят, они доказывают. И я на это отвечаю. Исайя 28-15. Так как вы говорите, мы заключили союз со смертью и с преисподней сделали договор, когда всепоражающий бич будет проходить, он не дойдет до нас. Потому что ложь сделали мы убежищем для себя и обманом прикроем себя. Это и к православным относится. И союз ваш со смертью рушится, и договор ваш с преисподней не устоит, когда пойдет всепоражающий бич, и вы будете попраны. Все, желающие видеть истину, могут во всякой церкви узнать предание апостолов, открытое во всем мире. И мы можем перечислить епископов, поставленных апостолами в церквах, и преемников их до нас. Ирине Леонский против Ересии 3-й. Все, дальше. Майданников Александр. Приветствую вас, Игнатий Тихоныч, сокровище ваше получено в целости и сохранности. Это человек, я даже не знаю, он вроде и не православный. Не знаю даже. За что весьма признателен и благодарен вам и вашим помощникам. Храни вас Бог. Видите как. А я его спрашиваю. Слава Иисусу Христу. Понравилось? Ответ. Да, понравилось. И не просто понравилось, я в восторге. Ощущение такое, будто я стал обладателем несметного богатства. Давненько я не испытывал таких эмоций. Слава Иисусу Христу. Так, возьми Новый Завет, там показать какой. О чем речь идет. А я пока покажу. Вот он заходил. И смотрите как, сфотографировался с фотографиями, с книгами получил. Посмотрите на его лицо. Вот. Это вот книги, которые он получил, которые стоят. Это три тома. Вот, три тома. Повторяю, за две тысячи лет такого издания не было нигде, чтобы весь Новый Завет с толкованием вместе с откровением в одном комплексе нету. По всем святым отцам. Вот оно как выглядит. С закладками. Вот. Показать даже. А он их получил. Вот как. И здесь же 240 иллюстраций Гюстава Доре, которые мы сами раскрасили. Вот. Вот оно только показать. 240. Ну вот видно, если так вот я покажу, ну вот видите, как они закругленные. И вот эти черные полосы этой картинки положили. Вот он получил, и сразу фотографировался. Таких много у меня фотографий, кто получает. Вот вчера только священник один вышел, полный комплект. А это уже, уже кончается. Одной книги уже из стихов, уже отдельно нету. Издать невозможно. Я стихи решил издать. Стихи. Тысячу экземпляров хотя бы. Четыре тома пошел. Сегодня где-то на 2,5 миллиона это потянет. А пенсия у меня 6 тысяч там, 275 рублей, 3 копейки. Ясно, что никогда и во веки веком, как старобрядцы говорят, не знаю. Дальше. Михаил Куденцев. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. У меня к вам два вопроса. Первое. Нужно ли носить поясок, и в чем его значение? Первое. Второе. Какой смысл вы вкладываете в молитву Господи помилуй? Что означает помилуй? Ну, что это спрашивает-то, Господи помилуй? Даже это спрашивает. Вот спросите, что на это ответит любой, кто, ну, там, священники разные, я не хочу называть, чтобы их не обидеть. Хорошие священники. Но отвечает от собственного ума, от собственного опыта, от собственного чрева. И наши ответы сравните. Моя задача людей привести ко Христу, к Святой Библии, чтобы они сами научились пользоваться и искать. Копать. Копать. Рыть. Почему земля была Израилю дана? 12 колен разделили на 11. Оливийную колену не дали. Копайте землю. Души человеческие. Вышел сеять и сеять. Четыре категории земли. Вот где надо копать. Я отвечаю. А пояс в Библии наговорится сколько? 103 раза. И вот теперь я объясняю. Смотри, мой ответ сказал сколько, а теперь вот весь ответ. Да нет таких ответов, потому что не мне люди вопрос задают, они хотят знать волю Божию. Вы проверяйте тех, кто вам говорит-то. Вот мой ответ, слушай. Я немножко взял. Ефесяна 6.14. Итак, встаньте, припоясав чресло ваше истинное и облегчись в броню праведности. Броня означает праведность, пояс истина. Все, русские обычаи. Так и было. Дальше. Еремея 13.4. Возьми пояс, который ты купил, который на чреслах твоих, и встань, пойди к Ефрату и спрячь его там в расселине скалы. Дальше. 13.6. Попрошися же многих дней, сказал мне Господь, встань, пойди к Ефрату и возьми оттуда пояс, который я велел тебе спрятать там. Что он означает? Я на этот вопрос отвечаю. Это означает наша близость к Богу. Пока мы с Богом, он на тебе пояс. А теперь взял, он сгнил. Вот так и вы, удаляйся от меня, гибнете. С поясом Христос. Откровение, говорит. Ты видел, опоясаны, правда, не здесь, а по персам, по грудям. По груди. Это два завета, как бы, любовь Божия охватывает. Ангелы с поясами, пророки с поясами, апостолы с поясами. Ты-то почему распоясываешься только один хулиган. Когда раб Сак пришел, издевался, он говорит, не гордись, ты еще только подпоясываешься, а не распоясываешься. Теперь, помилуй. Слово помилуй встречается 117 раз. Помилуй. Я поясняю, что означает слово помилуй. Вот мой ответ. Как я отвечаю? Это я фактически считаю. Не надуваюсь. Как объяснять? Вот. Первая Маковейская, 1345. И взошли граждане с женами и детьми на стену, разодрав одежду свои и громко взывали, умоляя Симона дать им помилование. Помилование, помилование, то есть прощение. Помилуй меня, помилуй. Что он означает? Дальше. Сирахов, 1712. Ибо милость и гнев по власти его. Силен он помиловать и излить гнев. Гнев, а то Бог никого не наказывает. Вот что это? Попы любят так, а за Бога вроде бы лгать. Плащ, 332. Но послал горе и помилует по великой благости своей. Вот. Послал горе и помилует. Сам кто как? Ну, спросите. Пришел, помиловка пришла. То есть, человек сидел и вдруг под амнистией попадает помиловка, называется. Матфея 9, 27. Когда Иисус шел оттуда, за ним следовали двое слепых и крещали Помилуй нас, Иисус, сын Давида. Что они хотели? Ну, какие они были? Вот слепые и крещали помилуй. Сними с нас слепоту. Мы наказаны, не видим света. Ну, помилуй нас, прости. И долги прости. Дальше. Матфея 18, 33. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя? Вы знаете, который душил там за несколько динариев, а ему сколько талантов. В словах сказать, талант это очень большая единица. Очень большая. И даже мы не знаем сколько, ну, 26, скажется, 4 десятых килограмма золота, а по отеческой мере 44 килограмма золота. Так, речь идет о миллиардах. И вот теперь слово помилуй. Слушайте внимательно, как будете дрожать сейчас. Попы особенно. Откуда взяли, что 40 раз Господи помилуй? Это полное доказательство неверия в Бога. Помилуй меня, Боже, помилуй меня. Кричали до каких пор? Пока не помилованы. Помилуй Иисус Завидов, помилуй. И он снял слепоту. Теперь они могут кричать помилуй? Нет. Они входят на другую ступень благодарения. У православных тьма. Не понимают. Господи, помилуй. Я первый раз приехал когда в семинарию, семинаристы, я говорю, вы как Господи помилуй? Считай, о, у нас один есть. Он встал, вот так вот воздуху набрал и теперь Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, так оседает. Господи помилуй, Господи помилуй. Ну что это? Господи помилуй. Вы над Богом издеваетесь. Вот я пришел к человеку, которому много должен. Я говорю, я не могу проценты заплатить. Помилуй меня. Он говорит, прощаю. Я опять помилуй меня. Помилуй меня. и за ним. Но ясно, что дурью маюсь. Уже помилованы. Мы причащаемся в храме. В оставлении грехов. Из храма не выходил. Молюсь. Душа огнем горит. И тут же опять, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Тут же после причастия. Тут же после крещения. Да 40 раз, Господи, помилуй, на одном дыхании нужно говорить. А у армян 100 раз говорят. Это неверие. Сказал, Господи, помилуй. И я прощен. Теперь благодарю Тебя, Господи, что простил меня. У православной холеры мертвые в большинстве своем. Телефон звонит, Тихонович. Слава Иисусу Христу! Спаси, Христос! Сестра звонит. Сегодня просворы печет и просит молиться за нее. Вот. Господи, помилуй. Это единственная молитва, которой я прошу Господи. Удали ее. Как будто Бог не слышит, почему попы запечатали. Они без этого не могут. Им нужно все время, чтобы люди говорили, грешный супергрешный. И без попа никуда нельзя шагнуть. нигде. Но сделали манкуртами людей, они этого не видят. Вот где прелесть и гордыня. За каждую душу отвечать придется. Где лихующий возраст? Где эти гусли? Где это песнопение? Считайте в откровение. Приходили и пели они. Ничего нет у этого. Господи, помилуй. Я отвечаю. Дальше. Александр Рагель. Мир вам! Сегодня слушал Евангелие от Луки. Такое ощущение, что заполненный глиной кувшин льется и все через край, слегка сверху промочило. Такое будет состояние. Дальше. Как, на ваш взгляд, возьмут и стяжут, это одно и то же? То есть возьмут, а дальше будут испытывать. Это фактически одно и то же. Раз взяли для чего-то и будут испытывать. Мне кажется, что между русским и церковно-славянским все-таки есть разница. Ничего себе! Это разные языки совершенно. Немецкий язык намного легче выучить или английский, чем церковно-славянский. Потому что схожесть слов. Я занимался языками, поэтому могу сказать. Перед обращением я занимался на семи языках. Дальше. Георг Кристал. Здравствуйте, Игнатий Тихонович. Я православный и верю, что Иисус Христос отдал за меня жизнь. Я очень доверчивый человек. Я верю людям. Я работал с одним баптистом, и он спрашивает меня, ты веришь или надеешься на меня? Я говорю, да, верю. Я думал, как не верить или не доверять, если мы работаем вместе? То есть он говорит, баптист к себе, по отношению к себе, как он легко подхватил-то, молодец. А он мне ответил цитатой из Библии. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека. А другие говорят, эта цитата не в прямом смысле, как бы понятие растяжимое. Прокомментируйте, пожалуйста, эту цитату. Я отмечаю. Иеремей 17, 5. Так говорит Господь, проклят человек, который надеется на человека, и плоть делает свою опору, и которого сердце удаляется от Господа. Удаляется от Господа. Вот что за этим есть. Вот так. Ну что интересно, мне хотелось показать. Вот на нас нападает, вот эту цифру запомните, 5900 где-то посещения. Ну это вот я показываю, как работать надо. На какой минуте, на какой секунде. Это вот сегодня мне прислали. О чем я говорил. Вот видите, это Кальмаев. Это один ролик. Вот один ролик. Другой ролик. Вот какой номер. Вот который вопрос и ответы. Номер 59. Вот он какой идет. Вот так вот. Начинаете работать. Помогайте. Я не могу дальше о нашей книге. Ну вот. О чем говорю. Посещение. Непонятно, что 5900. А вот о чем. Очень даже понятно. Так. Вот наш форум. Вот он, я его покажу. Вот наш форум, как выглядит. Я скажу, что мало таких форумов. Может даже и нету. О том, что сайт вот такого нету. Наш сайт лучший в мире. Так он переполнен столько добр. Ну вы все хвалитесь. Божье дело, благодать. Благодать не я. Нигде нет столько аудио. 50 книг. Это и Серапим Саровский, Игнатий Причининов. Это я начитывал в годы. Потом за это отвечал. В тюрьму пойду. Вот так. Фотографии. Вот здесь книги находятся. Вопросы и ответы. Фильмы. О деревне. Просто нет такого сайта. Больше нету его. А вот здесь книги только. Форум уже на форуме. Ткни только на канал. Тут видите, какая работа. Как сделано. Во свете библии. Как она называется православный библейский сайт. Найдите еще. Много ли таких? Вещи вообще несовместимые. Православие и Библия. Но дело в том, что вот когда смотришь, то можно узнать, какая посещаемость. Вот статистика. Вот посмотрите. В среднем до этого у меня было 120. 180. 200. Редко-редко было. И вдруг подскочило 300. Сколько человек. Тут написано графа. Вот где. Сколько тут. Вот посетители. Рассмотр на посетителя. На посетителя. А повыше. Посетители. Вот посетители сколько. Я говорю, а что это такое, братьям говорю, не знаю. Оказывается, в это время на конференции в Москве, там, где Дворкин был, и там обо мне на рождественских чтениях говорили. И сразу количество 300 стало. Я говорю, вот это да. Сотни да на 300. И вдруг вчера, я еще не знаю, что было, но где-то что-то было. Сразу увеличилась посещаемость вот этого увеличенного еще в 13 раз в один день. Вот заметь, 356 было в среднем. А вчера пришло сколько? 5934. А сегодня уже за утро пришло вот столько, и больше вчера, а вот на сколько. Говори. С миром. Ну, а сейчас выходить к тебе или нет? Ну, ладно, поезжай, у нас запись идет. Ты хочешь зайти к нам, можешь зайти, нет? Ну, давай, иди с Богом, иди, езжай. Все, значит, сегодня ты заешь в автоинспекции на право вождение, да? Не, не, я уже стала права получила. Я была рада, что еще утрами заказала. А, сама, сама учишься? Раскладываю дорогу в церковь. Понятно, понятно, учишься. Все, с Богом, с Богом. Татьяна Новикова. Вот посмотрите, что делается. Я еще не знаю, что вчера, это Дудин, видимо, вначале там помогал. Я благодарю тебя, Дудин. Вот смотри, как, 13-17 раз за один день увеличить, уже увеличенное. Но это что-то стоит. Я вчера даже не поверил. Ну, в 17 раз больше людей пришло. А это люди-то пришли на наш форум, а с форума легко зайдут на YouTube. Вот, посмотрите, тут это я не составлял. Тут это так. Вот. Это если я закрою, то тут будет по-другому это все открыть. Вот здесь вот. Вот открою карта, где наши, ну, как их назвать, клиенты или кто там. Вот они смотрят. Что-то трудно открывается. Это Россия, вот это Америка и прочее. Это 100 с чем-то стран. 100 с лишним стран. Ну, это на каждый день, какая посещаемость, какие флаги у людей. Вот так. Ну, вот я это возвращаю на место. И вот наш, как называется, это, листик один в моем мире. Я люблю это. И вот то, что на форум ставим, я переношу сюда. На это, на YouTube. Вот это наш YouTube. Вот он как выглядит. Православный видеоканал. Вот так. Видите, как, все, что ставится. А вот если нажать здесь главное, вот это главное, я нажимаю, вы заметите, как перекидывается по-другому. И теперь уже, вот, жития на каждый день. Людей зовите сюда, кто слушает и видит. Зовите. Такого нигде нету в мировой сети. Вообще в интернете этого нет. На каждый день жития святых насчитана и так оформлена. Полностью все жития святых Дмитрия Ростовского 1173, еще 170 из других источников искал, настольной книги, которые у Дмитрия Ростовского отсутствуют. Вот здесь. Вот заходите, приглашаем. Ну и дальше. Виктория Филиппова. Это как принимать их в общение по исполнению 10 лет? Что мне нужно еще делать для покаяния? Как искупить этот грех? Это об обортницах, которые оборт делают. Я сказал правило Василия Влика, второе правило. Господь искупает грех. Это наказание, что помнил. Грех искупляется к жертве Христа, что он умер за нас. Алексей Клешов. Приветствую вас. Есть какое-нибудь слово для меня? Ну, я не вижу, он бритый или не бритый. Первое слово. Бороду не трогай, не брейся. А дальше. Молодец, что работаешь. Дай Бог, чтобы все вам подражали. Видно, что работяга у него тут что-то в огороде. Да, дальше храм. Прекрасная картина. Я не знаю, о вас ничего не известно. Если вы верующий, значит, ходить в православную церковь. Я отвечаю, это обортница. Через 10 лет сможет причаститься к святых христовых таинств. Покаяние приводит с собой осуждение себя и надежду на Бога, чтобы не отчаяться. Но если многие слезы, то епископ может этот срок уменьшить на одну треть. Так что батюшка и тут прав. Творите милость и нещедро, посты и молитву усердно. И другим свидетельствуют те. О любви Божией не сидите сложа руки. Александр... Ну вот я ему отвечаю. Бродобрите вот. Слово удобрить. Всегда носите пояс, он без пояса стоит. Вот я по поясе как раз. Символ пояса. Теперь слово пояс. Я из других мест взял, да еще больше даже. Вот оно где. Вот какой ответ я ему... Что вы мне скажете? Вот я ему как отвечу. На сегодня разве будет батюшки так отвечать? Да что я скажу? Баптист что ли по Библии? Вот она. А теперь дальше отвечаю пустынники. Вот считай, что тебя святых. 15 февраля. Евсевий пустынник был настолько истощен в постах, что пояс не мог держаться на нем. А сегодня не может из-за пуза, оно сползает-то. И у человека, у военных, в атаках через плечо. Для чего это? Чтобы пояс не сползал. Держать ремень еще один за пояс. 22 апреля. Феодор Сикиот. Когда был с матерью в храме, снял себе гривну и пояс. И отдал матери. Забери это. 27 июня. Самсон. Вместо пояса у него была веревка. 21 июля. Симеон Еродьевый, не зная с чего же начать свое родство, он вначале ножом изрезал свою одежду, потом нашел мертвого пса, привязал его поясом за ноги, потащил по всему городу. Значит, у него пояс был, я пояс его говорю. То есть, жития святых. Хоть чем занимались православные. Изрезать, бросить, но только не идти проповедовать. Игнатий Тихонович, доброго здоровья. Интересно узнать ваше мнение по поводу тезиса послания предстоятелей Православной Церкви 6-9 марта. Любой Барсук. Спасибо вам, дорогой Игнатий Тихонович. Но если не таить, а сказать вам правду, я начал слушать и, надо же, услышал ваши комментарии о высказывании Жириновского. Я могу прикидываться, какая я духовная перед всеми, но не перед Господом. Поэтому скажу вам правду. И, надо же, я выходит русская, а мне просто неприемлемо, неприемлемо, это все вранье. Тысячи медиц Украины показывают пропускной пункт Шегинню. Ну ладно, пока-то прочитайте, здесь есть. Дальше. Яна Волотова. Игнатий, помогите советам. Если на работе медсестра, с которой каждый день приходится работать, потомственная ведьма, и каждый день пытается чем-то накормить или что-то подарить, надо ли уходить? Ну, подари да и не бери. Чего ради уходить-то? Наоборот, есть свидетельство, обращай. Отмечаю. Куда уходить? С работы уволиться из-за стола? Не ешьте чужое, это правильно. Но то, что она потомственная ведьма, разве доказывает, что она тоже ведьма? Тут уж лучше вам не подражать ей в худом, а поревновать ее доброте. Она не отнимает, а угощает вас. Расспросите ее, чем зря подозревать. Никуда не уходите, молитесь о себе и о ней. Екатерина Тинникова. О, какая коса шикарная. Вот она, видите, кто-то венка, и она приезжала к нам, приняла крещение. Приветствую вас. Мне бы хотелось узнать, можно ли к вам в деревню приехать летом. Мне очень понравилась ваша деревня. У меня сильное желание у вас побывать, так как я консервативная крестьянка. И сколько стоит проживание? Ну, вот так. Ну, заработать будешь, значит, достойно пропитания. Платить мы не платим. Я и сказал, может приехать. Виталий Чуб. Со святым утром, отче. Вы слышали о Келейном постриге и постригает ли сейчас монашество Келейном? Келейном постриге. Монашество в том виде, как есть сейчас, оно принесло только зло. Из-за него возникло вот это мусульманство, масонство, все остальное. Они же не проповедовали, не засеянное поле. Какое? Иди проповедуй, живи. Олег Лаптиенко. Здравствуйте, отец Игнатий. Сегодня я посмотрел ваше видео о Майдане. Нам оно очень понравилось. Мы живем в Чернигове, на Украине. У нас семья из четырех человек. А моя жена и два сына, 19 из четырех лет. Вы говорили, что у вас есть православная деревня. Ответьте, пожалуйста, можно ли нам приехать к вам на постоянное место жительства, в эту деревню? Или это только для граждан России? И еще у нас, к сожалению, нет денег, чтобы купить жилье. Можно ли у вас где-то временно остановиться, чтобы потом своим трудом заработать потихоньку на жилье? Или строить свой дом и получить российское гражданство? Или это невозможно? Напишите, пожалуйста, или напишите, что нам делать в этой трудной ситуации? Я отвечаю. Приехать можно, но только по разрешению от нас. О российском гражданстве сказать ничего не можем. В Крыму даются гражданство по льготному статусу. Лучшего места для духовного спасения, воспитания детей, православной веры сегодня трудно найти. Трудно найти, чем у нас. Но есть ограничения. И потянете ли вы? Хорошо вчитайтесь в это, и если вам подходит, то набирайте таких же героев веры и истинных христиан, православных только. Ну, хотя бы семейств 50-70. И милости просим. Трем-четырем можно дать временное жилье, но чтобы начинать самим строиться. А строиться самому, значит, намного дешевле обойдется. Далее я даю конкретную информацию. Ищем истинных соратников. Ну, дальше прочитайте, что вот, откуда, чего и как. То есть это действительно сегодня. Пропускаю дальше. Найдете, вот, где это есть написано. Вот так. И в мой мир... Что у нас запрещается? Вот здесь вот. Ну, вот это прочитать. Категорически запрещается мужчинам брить бороды или подстригать их в любом возрасте. А женщинам носить брюки, украшения и пользоваться косметикой. Мужчины и мальчики должны быть всегда в рубашке на выпуске с поясом по-русскому обычаю. Внимательно просмотрите фото в указанных темах. Женщины, даже самые маленькие девочки, не должны без платка появляться на улице. Чтобы полностью ознакомиться с уставом деревни, нужно выйти на наш сайт. Ну, даже я говорю, откуда они... Вот, никакой трудности нет, я говорю, уста соблюдать-то. Может, решено, когда приедут на место здесь, вот здесь. Возрешение категорически запрещается. Ну, теперь я показываю, где. Вот, Елена, пожилые могут только с семьями молодыми, чтобы дети молодые были с детьми. Им дается преимущество, кому приехать. Елена пишет, Анатолиевна. Я Елена Анатолиевна Барабаш, работаю старшим учителем в школе девятилетки по Терявке. Мой муж Барабаш Игорь Александрович, фермер и староста деревни. Дочь Мария учится на шестом курсе в медицинском университете в Барнауле. Сын Терентий, политехническом университете на строительном факультете. Все, уже закончили, работают. Сын Еремия Ерема, учится в шестом классе. У мужа 180 гектар пашни, три машины, пять тракторов, 25 крупного рогатого стокота, 50 овец, у меня домашняя жирность и огород. То есть, приехал, ничего не было, с нуля начал. Вот, пожалуйста. Так, пишет Екатерина Тинникова. Вот теперь я отвечаю. Да я и что, и как. В деревню приехать просто... Все, отвечаю. Вот она. Вот о деревне, что известно. Вот постриг я, который спрашивал. Я категорически против всех и всяких разных постригов. Будь таки лейная тайна или в храме против при всех. Это дело прямо противоевангельское. Нужно не прятаться, а идти к людям и нести им свет Евангелия. Ну, а монашести, вот где, вот где, просчитайте. Просто показать. Вот где. Просчитайте, посмотрите, сколько написано на монахах. Это вот столько роликов у меня поставлено. Наших, не чужих. Считайте, монашество... Уничтожило соль и мир захватил все. Для мира безбожного не было лучшего помощника, чем монашество. Высосавшее силы из народа и погубившее за монастырскими стенами самое ценное, смелое, обескровило страны. Эти мумии антихристианские. А это мумии антихристианские. И вот, заметьте, какая книга вышла и пишет 524 страница. Что? Последующая судьба Египта показала, что в этой колыбели иночество, где оно принесло и лучшие плоды, и монашество, не имело глубокого продолжительного действия на народонаселение. Египет скоро отпал от православия, и потом под владычеством воровитян почти совсем утратил христианскую веру. Нельзя не признать того, что весьма значительное по числу удаление ревностных христиан в пустыне, ревностных, где они кончали свое поприще без потомства, должно было отозваться ослаблением христианского элемента в самом народонаселении. Вот так. Теперь вот, и дальше, посмотрите, что я говорю, показываю. Еще. Евгений Веселовский, Курск. Здравствуйте, Игнатий. Очень интересная у вас идея. Признаться, давно хотел жить подобно в здравом обществе, но пережив православную гимназию, духовную семинарию и стал священнослужителем, все чаще и чаще отмечает для себя, что здравых людей среди братьев и сестер все меньше и меньше. Вот так. Увы, это так. Поэтому любую православную общину невольно воспринимает как давлеющую на личности систему, бескомпромиссную, основанную якобы на правде, но внутри себя живущую не по правде, прикрываясь Богом и Евангелием. То есть это все он узнает, узнал, а такое, чтобы они прикрывались, а жили по Евангелию, он не слыхал это. Это видно, что он так и понимает. Он говорит не со зла это. Увы, другого в жизни я не видел, поэтому не верю в утопии. Царство Небесное на земле не стыщешь. Вот так. Ну дальше прочитайте, что он говорит. Царство, вот, ну, вот, потеряю, похоже, ужасно, на утопию, которую людей не любят, свободу не уважают, с рабским сознанием, то есть это уже все пропитано в поповской идеологии. Не может этого быть, нет. И он уже только прочитал, это настолько не вмещается, это только плохое. Это только плохое. То есть изуродовали душу. Он был не таким. Вначале он говорит, вначале это поступление, а теперь какой он стал. Все это изуродованная душа. Екатерина Тинникова. Да, я бы с радостью поработал, а слава Божией. И деток очень люблю, но кем не могу поработать в Стане? Я живу в городе Абакане, скорее всего, вы о нем слышали. И Алтайская область находится сравнительно недалеко от Хакасии. Хакасии. Я учусь в институте на факультете декоративно-прикладной искусства и народной промыслы. И, может быть, могла бы провести в этом детском лагере мастер-классы. Вы замечательный проповедник. Мне очень близко благовестие и свидетельство о Христе. Я стараюсь всем окружающим свидетельствовать о Божьей любви, так как некоторое время посещала консервативную баптистскую церковь, где обратилась ко Христу. Иди как дальше. Алина Лебедева. Месяц назад у меня умер друг. Он был крещён. Мы его отпевали, но денег на похорь у нас не хватило. Мы его окремировали. Скажите, это грех или нет? Да, конечно, грех. Церковь православная не признаёт кремирование, сожжение. Алексей Грачёв, как вы объясните эти цитаты? Второзаконный ботстрей. Ну дальше я... Большие я не буду... Просто вы сами прочитайте и видите, что он говорит здесь. Почитайте. Видите, это как это... На одного всё время уйдёт. Вот почитайте, и потом дальше ответ. Это всего он вопрос один задаёт. Представьте себе. Такие вопросы православные не задают. Это задают или свидетели так называемые Иеговы, или ещё что-то. Я отмечаю. В Абакаре служит в храме Константина Елены отец Геннадий Фаст. Что он может вам дать, вряд ли вы где найдёте лучшее. И от него ехать к нам, это вовсе не значит, что будет тут лучше. Он настоящий пастор. Он из Менонитов, он и знает баптистов. Сходите к нему, и он вам даст самое нужное и лучшее. Видите, какой ответ. Ну и дальше, как всё это и есть. Ну, что можно сказать? Как будто бы основное мы захватили всё. Ещё раз посмотреть. Вот кто-то зашёл. Вот сейчас я даже не знаю, хороший или плохой, но ткнул, чтобы показать. Ворто же за глоба. Пока говорили, что он тут говорит? Вот сейчас я вывожу на его слова. Это у нас на что? 61-й. То есть самое последнее. Что он пишет? Просчитай. Игнатий Тихонович, Игнатий Тихонович, в вопросе о старостильниках я говорил совсем не от себя. Это мнение православной церкви, а также расколоведов. 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 Ой-ой-ой. Как мне известно, греки, которые атоши, там между собой делили, у всех есть епископат рукоположный. Не знаю. Вот сейчас я знаю точно, вот в Омске это архиепископ Тихон, пасечник фамилия его, агафангел, пашковский в Одессе, митрополит. Это те, которые Антоний, Орлов, это митрополит. Это от зарубежной церкви, вот эти, как говорят, осколки. Это все законные. А их 13 юридиксы. Остальных не знаю, говорить не могу. Ну, все на этом сегодня. Спасибо, Христос. Спасибо, Христос. Володя и всех, кто тут был и слушал. Спасибо.